Так, ну, о женщинах хочу поговорить. О женщинах это особый материал. А первое, они более эмоциональные, более восприимчивые, более доверчивые, да? Правильно? Согласны со мной? И более способные, чем мужчины. Уверена, 100%. В каком плане способные? Способные доверять и кого-то придавить. Более выносливые, болит, ну и бог с ним, пошла все равно на работу. Вот есть у нас тут Люда, да? У нас там есть женщина Сорокина, да, Людмила? Ну, как бывает, по телефону она сказала симптомы, я ее знаю до этого. Я ей говорю, все воспаления легких, немедленно вызываются. А она еще дома сидит, да? А у нее мама лежачая, больная, да? Я на работу хотя бы не ходила, смотри, какая выносливая, да? По телефону консультируем, Люда ездит, даем препараты, и все. Ну, идет курс лечения. Но насколько же женщина на самом деле может выдержать? Можно ли себя доводить все равно до такого состояния? Нет, друзья мои. Нельзя. И кому потом мама будет больная нужна, да? Кто за ней ухажет, где будет? Когда-то, снова возвращаясь к моей бабушке, которая говорила такую вещь, когда садились за стол 16 человек кушать, да, а 16 из них было 8 женщин и мужчин, то в первую очередь кормили мать свекровь, да, которая всем должна была готовить еду. И в первую очередь давали женщинам еду. Почему? Они все кормили своих детей. У них были маленькие дети, и они все следили за детьми. Там дальше ходили, там гектары земли обрабатывали, да? Вот. А сначала нужно было накормить женщину. Не детей кормили сначала, а женщину. Вот понимаете? Им самое хорошее и полезное давалось сначала, потому что она уже потом заботилась о детях и так далее. У нас для женщин особый есть подход, я хочу сказать. Особый есть подход. Но первое, чтобы вы сами себя никогда не забывали, да, вы должны помнить. Вы должны, во-первых, пить сами, обязательно, защитную формулу, все, до единого. Одну капсулку в день, чтобы быть выносливым, чтобы выдержать все, нагрузки. Дети болеют. Ах, как детей жалко. Но если вы не будете, извините, сами здоровы, не поможете вы своим детям, никак, ни взрослым, ни маленьким. Это первое. Второе. Что вы еще должны? Вот все боли купирует сок нони. Если где-то болит, значит, сразу выпивайте больше. Не бойтесь выпить там чайную столовую. Две-три ложки выпили, и вся боль прошла. Понимаете? Сок нони выпить, если вдруг головная боль. Или менструальная, как мы говорим. Или вот перенервничали. Посидели вот в таком душном помещении. Нам за вредность надо платить уже. Но все равно это помещение имеет хорошую ауру. Я прихожу сюда, отдыхаю. Правду говорю, отдыхаю. Наработаешь, но все равно я чувствую себя здесь великолепно. Еще что хочу. Сок нони сказала вам. Антиоксидант обязательно, потому что вы все работаете с людьми, во-первых. Вы все подвержены эмоциональным стрессам. Ах, подписался, не подписался. Все равно внутри вы здесь переживаете. Вот здесь на подсознание поклали. Сегодня у меня был один пациент, который играет в автоматы игральные. Мы с ним говорили один на один в сорок минут. А то может быть и час. Мама там очень нервничала. Я знала, но я с ней специально не разговаривала на эту тему. Потому что она так сидела в напряжении. Значит, он проигрывает целое состояние, этот человек. Причем он, как сказать, не совсем полноценный человек. В том плане ум у него идеальный. Без комплексов парень, но он без руки. Я о чем хочу сказать. Мама, эта женщина, да, она задавила его своей энергией. Это с детства. Это с детства. Он должен быть независимым. Ума у него хватит. Вот. Понимаете? Но сейчас он играет. Играет. Он в долгах. Я вам рассказываю не для того, чтобы это вы кому-то что-то говорили. Но вы должны уяснить одну такую простую истину. Никакой врач не выведет человека с этого состояния, пока он сам не определится. Ему нужен толчок. Психолог. Психотерапевт. Таблетки, может быть, чтобы адаптироваться к какому-то состоянию. Успокоить свою нервную систему. Ему нужна поддержка, а не ругня. Женщины, от вас зависит в семье дома уют. От вас. От вашей энергии. Если вы сегодня придете, настроенное плохо, и будете разговаривать дома с детьми, и сказать, так, ты не там это положил? Так, все. Я сейчас выброшу свои вещи на улицу. У меня есть такой один инцидент. Пока я не успокоила ее, она не могла. Как это? А на самом деле нужно быть вот так, закрыть глаза на это. Вы же любите своих детей. Вы любите своих близких. И от женщины зависит работа с мужчиной, жизнь его с мужчиной. Но вот без щитовидной железы у женщины всегда нет декларации. То есть, вот нужно обязательно в этом отношении HVP на ночь пить, да? И Келп пить. Постоянно пейте Келп. Ох, какой хороший препарат. Причем, разговаривать нужно, как я обычно говорю, со своими близкими. Ни на каких повышенных тонах. Нет. Ничего все равно вы не решите на повышенных тонах. Учитесь. Вот даже кричит муж, мужчина, кричит. Ну пусть кричит, пусть вы кричите. Вы слышите, что он не унимается, выйди на улицу. Ну не бросается ж драться. Мы помогли этой семье. Эта женщина у нас работает с нами, да? Я хочу вам сказать, хорошая женщина, вот Раечка ее знает, да? Супер женщина. А какая она была подавленная постоянным мужем своим. Потому что он деньги зарабатывает, да? И диктует свои условия. И вся семья ходит на цыпочках. Папа пришел домой. Так разве это папа пришел? Чего? Это пришел кто? Монстр. Да? И уже все боятся ходят на цыпочках. Два сына. Я и с ней поговорила. Говорю, так, дорогая моя. У тебя такие парни зарвают. А ну пусть садятся с ней поговорят. Че это он там? Че это он выделывает? Научила. Она сейчас воспринимает. А он говорит, а что ты не кричишь? Что ты не огрызаешься? Он удивлен, она не огрызается. Сейчас установилась уже идиллия. Но я вам хочу сказать, без йода не обошлось. Почему? Потому что, да, не обошлось. Не удивляйтесь. Вот смотрите, я вам привожу примеры психологические, но в то же время хочу сказать, если не хватает микроэлемента какого-то в организме, он сам не виноват, этот мужчина. Он реагирует на все. Она ему потихоньку начала давать. Да что ты мне даешь? А сейчас он говорит, слушай, там что есть? Да нет, потому что, говорит, я иду на совещание. Он уже начал понимать, что это успокаивает нервную систему, что можно реагировать на все спокойно. Не подписал контракт, подпишешь завтра. А сегодня нужно чувствовать себя хорошо. И реагировать нормально на того японца или китайца, который не хочет подписывать на каких условиях контракт. О чем это говорит? О том, что когда работает наша система, да, мозг работает при определенных тоже условиях. Если нет этого микроэлемента, функции свои не выполняет мозг. Да и реакция совершенно другая. Вот поэтому крелт я вам предлагаю постоянно пить хотя бы по одной капсуле на ночь. В семье все прекратится, но не только себе давать, да, любимой. Но не забывать в семье давать. Понимаете? Обязательно будет хорошая реакция. Очень много есть вопросов, когда начинают, например, дети, заводят родители и не слушают. Казалось бы, ну и почитайте хотя бы молитвы. Энергия передается. Вот поверьте мне, это тоже работает. Почитайте, потом помогите им. Но не кричите на своих, ни девчонок, ни мальчишек. Ничего не дает крик. Это фактически ваше бессилие, когда вы кричите. Это значит, что вы ничем не можете ему помочь. Найдите способ идти не вот так, а вот так, как я обычно говорю. С обратной стороны. Посмотрите, какие проблемы нерешенные есть. Вы понимаете, от женщины, еще раз от женщины, очень много. Да, бывают, не подходят, говорят друг други. Иногда эту психологическую проблему тоже мы решаем. Но как? Это уже биоэнергетика. Здесь уже нужно смотреть, с кем вы общаетесь. Может, человек отработал свою карму, он вам больше не нужен. Жизнь, какая штука. А другой идет рядышком по пути с вами. Что сделаешь? Жизнь. Ее не переделаешь. Она свои диктует условия.